привет это трибуар ну доктора гнуса вышел нового вида ся называется что будет если поймать кита боль большого и злого он вас съест а там они еще рыбку дори поймали и какой-то сменога не знаю что за сменок вот давайте посмотрим есть бы что-то интересненькое поехали ну-ка рассказывай поговаривают есть на скане рисунки где видно как китов убивали четыре тысячи лет назад давно нихрена каким образом интересный как были а именно в китобойный промысел это мокрое дело возвели норвежцы примерно тысячу лет назад прикиньте да блядь на удочку кита поймал он разве так вытаскивать ахахахаха а я тут нормально спокойно смотри киты есть усатые и зубатые нефига одни седят твой зубы планстон и мелкую рыбку а другие ходят на крупных рыбках я кстати про зубатых по-моему даже не слышал марафилостоногих человек ни одному виду китов вообще не интересен в качестве еды интересно почему он если вот плавая типа и заметит почему он может подумать что это рыбка за все время не было зафиксировано чтобы кит с голодухи заживал человека но вот если человек чем-то обидел кита ау вот тогда жди многотонных проблем бам ну еще бы это херня прыгнет и все тебе лепешка останется так ну вот эта посудина уже лучше но все равно какая-то фигня гарпунная пушка есть мя как вы довольны а чем китай учить будете во как по старинке значит так ну давайте давайте дерзайте посмотрим с восемнадцатого по девятнадцатые века китобойный промысел был примерно таким же важным делом как сегодня нефтяная отрасль из-за жирка в основном из-за жидкого жира его еще называют ворвань первый раз слышу кого ворвал этот жир использовали для освещения в домашних и уличных лампах в производстве кожи и замши делали из него свечки ну это то же самое почти как и первое и использовали в качестве смазочных материалов блин много применений смотри-ка например если вы кит весом около 35 тонн такой офигевший то из вас вычерпают примерно 3-4 тонны жира так мало а все остальное куда выкидывали что ли а если вы еще и кит кашалот то вообще не повезло в голове кашалота есть супер ценный продукт спермацет за которым гонялись фармацевты сперма а почему в голове приобретая типа новый этот смысл думаешь не той головой этот той думает парфюмеры всего мира так кстати в голове человека тоже есть супер ценные продукты знания и опыт только в отличие от китоб реклама что будет природа человека не наделяет этим с рождения обрести знания опыт и хорошую профессию поможет курс фул стек давайте макнем и учить 45 процентов так во 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 хороший интерплярчик по моему кит больше чем сама лодка давай чего ждешь есть контакт отлично бочку привязали к веревке ху бочку зачем бочку чтобы он всплыл что нет то воооо к мачте да мачте молодец а ну раз на раз пока там и так у мачте хана в начале кита ловили те кто были поменьше пожирнее и помедленнее таки оказались усатые серые киты ооо я не надо и были в среднем 13 метров в длину и весили около 20 тонн 13 моряки спускались с большого партика на небольшую шлюпку и на веслах подплывали к дружинам ему пофигу вообще что ли он не боится шлюпному китуле пока он им показывал свои навыки делать бонтанчик из воды вон смотри как умея и красовался перед ними моряки высвали в него небольшой ручной гарпун привязан пипец блин так жалко кита он это прикалывается с ними там сидит и развлекается они его ну чё делать и нормально же разговаривали кит ясень пень офигевал от такого знакомства и у моряков появлялось два варианта дальнейших событий если кит был с характером то он переворачивал шлюпку с моряками в холодную воду и топил их всех нафиг ну и на его месте бы так же сделал а если же просто обижался и начинал уплывать вот тогда у моряков были все шансы поймать добычу так и как долго он это без воздуха может обходиться я не помню капец такой зубочисткой его затыкал и так продолжалось пока кит не терял все силы и всплывал на полетной далее кто же кита подплывал большой корабль и прям там же на месте из кита вытаскивали драгоценный жир интересно каким образом помимо жира еще брали китовый ус который использовали в производстве одежды в производстве мебели не знал ну и так по хозяйству пока пластмассу не изобрели брали кстати еще печень она была с большим содержанием витамина а и еще была нереально ценна серая амбра что это такое такое твердое воскообразное вещество которое образовывалось в пищеварительном тракте кошелота его могло быть от несколько десятки грамм до сотни килограммов хера себе блин его это кишечник заполнен чем понятно херой какой это как жить то как срать за амбру грызлись все парфюмеры им она нужна была как фиксатор запаха так о ну наконец корабль нормальный ну вот это уже другой разговор и горбонная пушка я вижу есть отлично ищите особь покрупнее знаете чем проставился вот этот вот норвежский дядька нет даже не знаю кто это он набрек на гибель всех китообразных серьезных. в больших и маленьких медленных и быстрых которыми изобрел горбонную пушку хирана можно иная кипец бедный кит А после, через зацепившийся карпун, накачивали воздух в суше убитого кита, чтобы тот был на поверхности. Такой пушкой большой корабль мог завалить и удержать даже синего кита, весом около 160 тонн. Здоровый. А чуть позже, в начале 20 века, ещё и корабли стали быстрее и мощнее, и китобои вообще с катушек съехали, получив возможность отлавливать всех китов в любых морях и океанах. Блин, мне жалко, что-то китиков прямо, а. Что-то такие здоровые, но жалко. В общем, быть китом было вообще не ас. До тех пор, пока люди не нашли нефть. Ну чё, как ваши китовые дела? А куда нефть-то нашли, напишите в комментариях. О-хо-хо-хо-хо! Здоровый, смотри-ка, это какой-то новый. Вот это наш размерчик. Я с Марса прилетел. Сердце только... Какие тупица. Лучше, не торопись. Бам. Ой, ***. Карпун вам в бок. А вот звук-то был, ник добро. А-а-а, это подводная лодка. Ну да. Пацаны. А кто такой? Лучше бы это был Рыднадзор. А кто такой Эннн? Кто это? Ой, да ладно тебе Нэмо, не... А, Нэмо. Хе-хе-хе-хе-хе. Думаю, кто это, блядь? Это они. А я думаю, какой-нибудь противник гнус новый появился. Ну, шмальнули в тебя по ошибке. Ну, с кем не бывает. Как вообще твою обшивку, блядь, гарпун пробил? Чем ты затопил наш китобой? Куда ты забираешь расходников? Эээ, не-не-не, подожди, какие 20 тысяч релье под водой? Я на такой не подписался. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. А вы подписываетесь? Хе-хе-хе-хе-хе. Ладно, чё с ним. Чё там писал Жюль Верн? Нужны новые люди, а не новые континенты. Поэтому давайте подписывайтесь. Хе-хе-хе-хе-хе. Ой, блин, хороший ролик. Ну-ка. О, один вызвал. Зубастенький этот. Сейчас его кит съест. Я тебя отомщу. Пусть. Мама. Косака. О, во они где, блядь, с прошлой серии. Вот так встречка. Ох, не нравишься ты мне? Ай. Ну, блядь, вот теперь кончилось. Офигенный ролик получился. Я весёлый, интересный, с новой информацией. Спасибо большому Гнусу, как обычно, было шикарно. Надеюсь, вам реакция понравилась. Если это так, то лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прижимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами-ка всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.